так ребят на все деревня коросты все расплывается планируется сегодня путешествие в один конец вот такой вот пункт назначения не видим в общем стартуем я все с богом все все его собеседник прикос Субтитры создавал DimaTorzok В общем через все озеро, будем пробовать Субтитры создавал DimaTorzok Вот это волны, тут уже получше пошли Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот это тридцатка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наш берег показался Ну еще ехать 10 километров ДимаTorzok 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 Все На финишной прямой 4,7 километра. Ох ты, мне тут мелко. Либо травы много, кусты, блин. Но я знаю, что тот глубокий. Надо туда в залив, наверное, подальше. Так нам не туда надо. Давайте, наверное, что, за куст туда заедем, разберемся. Надо уже мотору отдохнуть. Что тут сейчас? И лошадь. А потом поездим. Тут, в принципе, это без разницы, не зима. Ну все, ребят, сейчас, короче, разбираюсь все и воем. Так, друзья, ну все. Приехал, куда мечтал примерно. Но на то место, где ловил зимой окуней. Так, ребят, ну что, вот новый спиннинг. Решил взять покороче. 213 сантиметров. Напробовал, ну, гад фая, да, фая. Вот, посмотрите сами. 7,35 грамм. Вот такой покороче, поудобнее. Не знаю, просто на будущее посмотреть, как с лодки вот покороче спиннингом ловить. Да, и вот, ну, катушка новая. Кто там на фидер смотрел? Ультегра 4000, да, на Алике купил. Малазийская, японская, как бы, катушка. Так, там струна. И здесь титановый поводок. Влесна, и там, и здесь, влесна Владимира Малыгина. Не зацепляйки. Ну, вот это уже испытанное, да, то есть, половленное на нее. Здесь титан, в общем. Так, вот, друзья, ну все, аккумулятор один съел. Так, ну что, ориентировочно, что, ловим окуня и щуку. Другой, думаю, рыбы тут особо не будет. Ну, может, какие-нибудь язики случайные. В общем, будем на все подряд. Вертушки, не зацепляйки. Это местные ребята, я думаю, тут вот речки, речки есть, а не оттуда. Так, видно, там нормально у меня. В общем, что, заплывом доволен, да, в озере, конечно, вот этот. В озере, конечно, да. Волнишка такая, тут и не скажешь, да, блин. Там, да, волна разгоняется хорошо. Ну, вот, кстати, надо туда, на прибивную вот эту волну, где чайки охотятся. Вот там, там и этот, и хищники, естественно, тоже охотятся. Ну, сейчас там волна очень сильная, конечно. Болтанке уже как бы она поднадоела. Так, ребят, поставил лепесток, переехал в первом же месте. Вот сейчас вот тут маленький окушок сорвался. Так, ну, акуней планирую нормально их брать. Соли взял, как бы. Хочу завтра покоптить рыбки. Щуку посмотрим. В принципе, не так и жарко. Я, блин, опять все в полном обмундировании. С рыбой ничего не будет. Ну, естественно, не больше нормы. Надо смотреть, сколько будет рыбы. Много-то не надо. Так, ну, смотрите, один. Короче, я это поставил мэпса двойку. Своего основного. Я еще купил пару штук. Поставил там странички. Имеется в виду, ну, поднавязал там. Связанными мухами со своими. Так, пока бы не вижу никаких. Ну, понятно, акунь сейчас еще не особо как бы стайный. Но в любом случае его тут должно быть предостаточно. Так, ребят, ну вот справа. Первый заброс неплохой окушок, походу. Ну, да, нормальный. Такой вот. Волны сильно нету. Но, в принципе, и там сейчас глубина-то хорошая. То есть не так уж сильно озеро имучится. Надо туда будет выйти, да, где вот чайки летают. То есть там явно скопление малька бешеное. Там, скорее всего, рыбка-то есть. Я просто не захотел сразу после такой уже волны. А сел, к сожалению, этот в навигаторе аккумулятор. У меня там еще батарейки с зимы стояли. Ну, там, в принципе-то какая разница. Я там примерно время видел. Понятно, что это больше часа гораздо я ехал. 33 эти километра. Но я думаю, чуть побольше получилось, чем 33. Потому что все-таки там какие-то зигзаги закладывал. Посмотрел бензин. Бензин нормально. То есть крышку открыл, а там нормально что-то сверху плескается. Но все-таки, да, я ехал до 4000 оборотов. То есть расход-то такой вообще. Плюс не против ветра. Так что я думаю, нормально. На обратный путь хватит. Даже этого бака. Но на всякий пожарный десяточка есть. Так, ветерок-то такой, конечно, не этот. Ну, есть куртка, еще не промокаема. Ну, я тут одет-то, блин. У меня все, все одето, блин. Опа! Ребята, это щука, наверное. Или окунь хороший, хороший окунь. Здесь-то вот окунь не должна быть хорошая. Ну, не такой здоровый как-то. Пустой. Никто ничего не плещет. Вообще, я-то думал, приеду пораньше. Тут будет с утра еще тихо. Но тихо-тихо было, как я только приехал еще на озеро. Но уже был слабенький ветерок. Но там еще как бы со стороны бережка. А тут-то все-таки, когда поехал-то через все озеро-то ветер. Ну, у меня тут, конечно, ветерок совсем не слабенький. Так, ну, что делать? Вроде, блин, туда покидали. Туда? Не знаю. Кому что-то везде, он и туда, и дальше. Без разницы. Можно как бы, может, глубже искать. О, ребята, вот там кто-то... Там кто-то взял. Маленький щуренок. Да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не хотел тебя в руки брать. Маленькая щука. Да, интересно, блин, приехать туда, где зимой ловил. Ну, прилично. Ну, кстати, то есть я выбрал, так посмотрел по навигатору, то есть именно вот с Коростыни, где я, получается, поменьше, поменьше как бы имеется в виду, ехал на машине. То есть там и спуск очень хороший. Единственное, что песок с камушками, но все равно. И как бы... И по прямой нормально. Можно было и с Ужиной, естественно, заезжать, но... Вон, еще мужичок плывет. Он, кстати, вот там вот пробует. Ну, мы там успеем попробовать. Ветер будет целый день, я думаю. Но ветер, я и почему поехал через озеро сегодня, вообще запланировал такую поездку, все-таки обещали два, там, четыре, ну, в общем, до десяти метров в секунду. А это как бы уже нормально. То есть это не сильный ветер. Так, друзья, ну, короче, пробую первый заброс новым спиннингом. Так. Посмотрим, что по ощущениям. Блесна тяжелая. Спиннинг короткий, катушка мощная. Так, у меня тут только этот не отрегулирован. Так, ну да, длина прикольная, как раз вообще слушать. То есть вот я опускаю, блин. Да, воды в самое то, блин. Ну, а чувствительность есть. Чувствительность есть. Спиннинг легче. Что-то только не могу понять, почему-то как-то тяжелее у Литегра крутить, не могу понять. Блесна, конечно, тяжелее. На порядок, но как-то, блин, как-то тяжелее, почему-то катушка ее. Ну, чувствительность нормальная. То есть, задеваю так же траву, блин, в руку все. Длина, по крайней мере, мне сейчас очень понравилась. Короче, уже мне не надо, если честно. Так, вот это длина, длина то, что надо. 213. То есть, два уже, как бы, так. Уже слишком много. Так, ну, Блесна, что-то весна играет. Блесна здоровая, она нормальная щуку, как бы. Окунь на нее точно брать не будет, он на меньший размер не берет. Щеки пока никакой, что-то не видно, кроме мелкой. А, люди-то тут есть. Ну, люди сейчас, наверное, и здесь. Ну, да, бензин-то как бы и есть. Можно и под ботвань, конечно, махнуть, наверное. Что-то я тут... Ну, не, в любом случае, я имею в виду, тут-то я половлю. Ребят, нифига себе. Я думал, вроде рыба. Слушай, ну, чувствительность, ребят, аховая. Я думал, блин, там щука села, блин. Посмотрите. Посмотрите, какого драля, блин. Он с это... Он сблеснул, блин. Как, как вот умудрился, а? Так, на начале травину снять. Он все нормально, живой. Вот хищника. Посмотрите, на какую, на какую блесну взял. То есть, вот окулям такие блесны неинтересны. Основным, блин, товарищам. Я, главное, почувствовал рыбу-то по себе отсюда. Сразу, сразу траву, блин. Нифига себе, посмотрите, как поводок сразу загнул. Так, ну вот, новый спиннинг обкатали. Ну, блин, слушайте, чувствительность не хуже, чем у Банокса. То есть, он вообще жесткий, блин. Чувствительность, честно говоря, такая она на уровне. Прям на уровне. Надо посмотреть, что-то под мощные воблеры. Я как раз и взял-то его под там большие воблеры. Там, сто десятки, сто тридцатки. Как-то непривычно, уже привык тут как бы этот. И как раз мне чего-то Банокса у моего не нравилось. Там ручка длинновата. То есть, она как бы... Вот с лодки не очень. С берега-то как-то так поинтереснее. Кидать поудобнее. А вот с лодки уже как бы... И длина у него уже большевата. Так, а Банокса у меня... Двести пятьдесят девять сантиметров. То есть, как бы вот так вот. Так, ребят, кто-то... Ах, блин, блин, я не посмотрел, кто. Кто-то мелкий, то ли щуренок, то ли окунь. На крупную не зацепляйку взял. Кстати, кидал. Но лепесток, может, до туда не докидал, не знаю. Да, что-то нормально щуки, ребят. Эти мужики уехали. Куда-то туда, в сторону Баклане. Травы немного, конечно. Не понятно, где она тут сейчас может быть. Вообще, это был похож на окуня. Не понятно, только что на лепесток не взял. Но у этой блесны, конечно, еще и заметность хорошая. Как-то вот ультегра крутится тяжелее. Понятно, что блесна больше, но... Просто твин как-то мягко-мягко. Но она у меня еще относительно новая. Одну рыбалку на фидер на нее половил. Я ее еще как раз и для фидера взял. Ну и так вот нам покрупнее всякие там приманочки. Ну и спиннинг вот как раз под стать. Не, работает-то мягко как бы, но имеется как-то вот... Как тяжелее, блин. То есть вот после твина, блин... Крутить тяжело. Так, ну чем план-то какой, не знаю, блин. Все так относительно быстро смещаются. Да, ребят, это... Это то ли окуни там стоят, не, это-то щука, походе. Главное, что-то вот в одном месте там все. Ну, вот хоть одна нормальная щучка. Так, сейчас снимаю, не снимаю. Ну вот, обрыбили новую блесну. Побольше щучка. Какая-то щука есть. Щука какая-то есть. Ну, чего ты? Все нормально. Надо было воздуха побольше у нее, наверное, выпустить. Ну, короче, ребят, чувствительность нормальная. То есть, блин, бюджетный спиннинг. Но он сейчас подороже, конечно, чем у меня эта плетенка стоит. Но не намного. Хайер, блин. Ну, вот не было той модели что-то там. Непонятно, то ли вот проблемы с частью японских товаров, блин. А я этот был, блин. А этот, а харьеры, блин. Харьера не было, блин. Да, я как бы посмотрю. Сейчас пока денег особо нету. Я как раз снова... А спиннинг в любом случае один был нужен. Я как раз хотел и посмотреть, что взял побюджетней. Ну и как раз в максимальных граммах. Все-таки мне больше 35-ти, то, наверное, по моей рыбалкам, наверное, не надо. На джиг тяжелый я не ловлю. У меня тут особо, блин, таких глубин с течением пока нету. Ну, вот как бы он для него тоже подойдет. В общем, пока я доволен. Может, чуть-чуть как бы баланс. Баланс-то есть как бы, но вот катушка может чуть-чуть тяжеловатенькая. Ну, опять, я говорю, хотят этот... Я просто после Твина. Если как бы просто берешь этот спиннинг, он классный. Но с Твином, конечно, блин, не знаю. Ну и как бы двух с половиной тысяч, но все-таки на такой до 35-ти грамм уже, блин. Вот такую-то помощнее катушку все-таки. Ну, кто из них мощнее, еще вопрос. Ну, в любом случае, четырехтысячная-то, я думаю, так. Так, ну, предлагаю кинуть пару раз туда этой. И надо куда-то двигаться. Пару разок кинем туда вертушечку. Так, ребят, зацепил еще щучку на якорку. Ну, такая же, считай. Хотя они чуть покрупнее, наверное. Да, покрупнее. Нифига я ее зацепил так круто, блин. Двумя тройников, двумя этими, посмотрите, пробил. Тихо-тихо, отдай, отдай. Так, блин. Язык, язык пробил ей. Ай, давайте убрать, ладно. Так, ну все, я щуку взял, чтобы, блин, забрала она, конечно, круто. Хочу вот в этой, прямо вот в этой густой траве попробовать ее провести. Такая травка вообще нормальная. Ну, тяжеловато идет. По поверху. Так, вот, чайка-малька там есть, кстати, это хорошо. И вторая, смотрите, то есть вот за вот этой травой есть малек. Это очень хорошо. Туда мы сейчас и пойдем. Да, вот эта трава уже как бы, ну, понятно, сейчас листья все, блин. Да, щуку я специально брать не буду, если только вот такие проблемы с языком, с жабрами, потому что, ну, в любом случае. То есть, наверное, я щуку буду стараться все отпускать сегодня, которая там будет. Ну, а куни, естественно, больше 150 грамм буду брать. Ну, и до 10 килограмм я имею в виду общей массой. Ну, и ведро у меня как раз, наверное, там. Потому что за день-то все-таки сегодня реально подналовить рыбу. Главное ее еще найти, пока я, конечно, скопление окуня никакого не вижу. Щуку как-то ловлю потихоньку. Окуня только вот тут, вы видели? То есть, я, получается, на лепесток вообще. Мне показалось, вот первая рыба на эту блесну была эта. Здесь я имею в виду, был окунь. Так, ну, щуку, кстати, взяла вот так вот в камышнике. Ничего там, никакие там не сплошная трава. Ну, я тут такую траву-то как бы. Ну, тут везде трава, вот где вот этот камыш, он сплошной. Погодка-то, кстати, ничего. Тут-то главное, ну, ветер-то там такой же. Он слышно, шумят волны, я их вижу. Все-таки через все озеро ветер, понятное дело. Был бы посильнее, так он бы и здесь. Но ветер есть, ветер есть. Да, уплыл в другой конец. Там он уже войца, видать. Мой-то берег вообще, даже очертания никакие. Ну, ничего страшного. Потихоньку, помаленьку. Но я как раз и хочу, я до ужина, так и пойду. Сейчас тут нормально половлю до обеда, а потом посмотрим, там, буду двигаться туда. Тепловать можно заехать, в принципе. Ребят, чайка, смотрите, какая морская. Тут тоже полетало. Так, вот сейчас я... Блин, у меня мотор, надо мотор было достать. Что-то я вот задупил, если честно. Я думаю, она прям надо вот в этой траве половить. Так, до моего места километр шестьдесят два. Это вот за тем вот камышом. А попозже туда у нас еще. Другой, а тут уже замлинские ребята отовсюду подтягиваются. Там вот их чуть поменьше. Все-таки не все вовсюду едут. Ну ладно, что, половим здесь. Тут уже волнушка такая неплохая. Посмотрим, что вот именно здесь, на ветру, как я и хотел. Тут вода, кстати, мутновато уже. Надо ближе в залив все-таки, наверное, двигаться. На том месте окуня я не нашел. Но поменьше, чем зимой все равно. Правда, у лодки по два человека. Надо вот туда, вот в ту траву ехать. Так, ребят, забрался тут в ту траву. Фига, это окунь, смотрите. Ты так ушел, да? Хорош, блин, я нифига дома еду, вроде на щуку не похоже. Так, друзья, ну короче, приплыл на свое место. Камышик тут, ну, чуть-чуть уже переплыл. На зимний я имею в виду по навигатору один в один. Не по тычке. Камышики есть? Я сагаю, говорю, тут вода такая не особо. Сейчас вот ветер подстихает. Как, в принципе, и обещали, что днем-то он такой. Он с утра еще, видно, попадул такой нормальный. Надо, короче, ехать в заливы, чистую воду. Вот вот травки-то везде достаточно. Поймать я здесь ничего не могу. Я вообще, как сюда приехал, тут как бы плохо. Я не знаю, может вернуться сразу в этот слой залив, туда, с которого он начинал. Да и все. Там его как бы пообловить, да поехать дальше, наверное. Потому что что тут делать? Я тут одного окуня поймал за все время. Все, там-то у меня рыба была. Блин, жабру, ай, жабру задел. Проглотила, блин. Да, что-то у меня через щуку, блин, либо язык, либо жабра, блин. Да, жабру, жабру, конечно, зарвалой. Ну, сейчас померю. Ну, на больше 40, мы тоже возьмем тогда. Ребят, блин, щука неплохая на лепесток сорвалась. Главное, это я ее так тык. Странно, блин. Ну, как неплохая, такая тоже. Подкило, наверное. Странно, тройник. Все у него окуни пугают, это пустые желудки. Тогда ловил, блин, пустые две недели назад, да. Сейчас ловлю пустые, блин. Щуки видно, щука-то и питается уже давно. А окуни непонятно, блин. Нигде, блин, ни полеснеть, ни прогонить, ничего. Как этих окуней сейчас искать, я не знаю. Ну, это, наверное, окунь, ребят. Щука-то и окунь, она бросит якорь. Проехал тут весь залив. Приехал тут в тишину. В траву и в тишину. Ну, заливерка, значит, на такой, безтравяной какой-то. И сколько я проехал, там ни камыша, ничего, то ли он глубокий. О, есть, 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 ребят. Кунек. Этот мелкий, отпустим, наверное. Хотя 150 грамм есть. Но все равно пусть, пусть растет. Так, он продвигается по окошкам. Я, как бы, еще не скидывать, вообще бы хорошо было. Но тут вроде нормально не тащит. Вот там впереди хорошие проливчики. 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 prоливчики. Продолжение следует... 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 сорвался прикиньте есть я бы знаете что сейчас бы блин рыба то есть ох нифига седва что нет это этот это бежал он бежал за окном елки-палки потерял стать я как-то думал блин это думал их тут много они где-то здесь есть не никуда не делюсь катер далеко прошел вряд ли испугался мне показалось вот тогда я увидел малька горю еще там по реально подальше не на втюре до закидывал есть ребят вот это хорош хорош я не знаю либо просто он так идет подальше видите блин так реально подальше сейчас вроде послабже идет но он подустал уже по моему хорошего ну да хороший блин еле 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 забираешь в этом плена я не снимаю проехал говорю прям через меня прикиньте но не по окуням как чему детей очень о ребят вот еще дальше увидел еще дальше прям про метров 60 наверно этот короче встав стали окуни нормально тут можно сейчас ловить особо не дергаться просто этот вал волной блин мальков подзвивает вот попробовать сейчас сделать заброс максимально дальний что у меня этот повзял далеко так ну чё ну вот не знаю кстати докинул не докинул где-то где-то на грани его малек малек там блин ахипа разнота что такое то блин эмиль то есть там уступами где-то то есть кочки кочки то мелко то поглубже то мелко то поглубже вот они где-то надо побыстрее увезти на и фиг знает может чамбик то тут и пойдет мне колебал колебания такие елки-палки на этот все таки у тройки то блин своя вибрация хорошая пусть говорю перьев там этот пук он в воде конечно такой нормальный но не не этот не школу плюс еще говорю сейчас получается это там малек акунин может и как бы и пошуганул маленько больше вроде никого нет хотя он там еще лодка осталось так становится жарковато не знаю может уже надо бы подрождется как-то ехать то вот не жарко а ловить жарковато все таки у меня одежды там много можно наверно куртку то и скинуть все равно я думаю пока отсюда на нас отсюда не буду никуда уезжать оба есть 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 ребят побыстрее вот там ускорился у травы и нормально не такой конечно хороший тоже тоже сколько то весит этот пусть растет до счета 150 есть нам покрупнее так вот наша чем бы готова все-таки он и помельче пойдет главное чтоб хватило этой глубины где он пойдет лепесток тяжелый тут маленький малек увижу вижу опять опять вижу ребят там он блин далековато чуть-чуть бы конечно сместиться но тут и у лодки были лепестком то можно покинуть чем бы ко мне до туда не докинуть он вон 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 они там носятся две стороны чуть-чуть от можно блин да надо короче хоть метров 10 наверно вот они вот там как раз и чем бека то сейчас скажешь скажем были что на чем бека не клюет ничего вот где-то вот напротив той травы но ты чем века заглубил туда тут они не глубоко не клюет последние ребята уехали но я тут все таки предлагаю маленько половить час если что будет какой-то глюк подняться обратно на свое место блин смотрите первый заброс на этого блин рыба прикиньте малек прямо здесь блин чем бы почему-то нифига пока блин макс я не могу я на что поймать ну блин все воблеры сейчас перебирать а к все смысл получается чем бекон блин идет-то по верху блин 08 у него блин заглубить чуть-чуть можно а я кстати и вот там вот в трое прям полискался ну за предел я не знаю от кого-то там или от чего-то ну что он там сам по себе там мелко блин все мэпс плохо идет нужно конечно двойку поставить вообще птичках то с новыми перьями блин о есть ребят наконец-то немного и вода были хороший походу ребят на этот прям сопротивляется не знаю ну и да и гадские плохо сел плохо сел как-то он давил мы не такой здоровый ну такой вот который покрупнее вот у нас такой же так нет на нулевку не будем нулевка это круто блин ну вот хвост ну хвост только да похож без этого единственно в это там еще этот хвост кролика такой прикольный короче вот свой вот этот титановый с титана из обжирными трубочками зажал идеальный были поводок можно и по длине было бы наверно ну на этот вот вообще не гнется не мнется этот струна блин запаришься и и выпрямлять флюрик щуки жую флюрик от ничего он тоже ровный все время как бы я посмотрим чё двоечка малька здесь короче полно ребят рыбы хищника поменьше бы ничего малек вот везде сейчас от вода бы стихла вы не тут наверно он они вот я не знал от чего не выпрыгивает я не вижу ну чтобы но всплески окуням были что выпрыгивает я вижу в общем там втроем постоянно на двоечка уже полегче идет там тройка сразу цеплялась есть уже уже и проходит ну да значит сказал двойка наверно блин это хорош 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 ребят тоже неплохой нифига он его заел к елки-палки тройку вот так вот нифига были большой там тройник такие окуни неплохие сколько попалось поменьше вот смотрите вот на двойку поймали в траве где я не мог на тройку поймать потому что она там сразу начинала цеплять а вот это все-таки на четок не там гоняет малька не просто они там сами выпрыгивать на тройку я у своего там вместо первого у бережка поймал как бы несколько штук там блин я не вижу что пока не чмокали они то ли их на воде едят то есть мальки то постоянно как-то выпрыгивают там что-то делают на начамбиката не поймали ух ты это окунь промазал поймать что там мазать водичка почистилась да ребят перья не перья неплохо работа работает перья точно все-таки они привлекают очень хорошо вон там вон там покрупнее мальки такие она все молча половлю хорош он сразу мелкий ток погодите отчет такое ни фига себе так это я посмотрите то вот публия там такая я и думаю что то сразу это интересно не на я видел что такие рыбки значит лет блину к лету щука должна стоять главное как поклевка и поперек ее видно засек сопротивлением или я так хочу почувствовал рыбу потом что-то думает что-то не то а потом я ее как бы увидел вы посмотрите да ветер стихает мне какой ветер был сейчас уже и волна блин слабенькая ногу не есть ногу немало конечно может надо двинуться еще потом вернуться тоже чертому солить одно место ну ловлю ловлю периодически тут же еще трава все-таки а вот поглубже уже двойка наверно похуже надо я заглубляясь мне вот все зацепилась уже оба ребят нифига себе я не знаю кто это ребят заглубил ли но это либо щука либо что-то типа жерешка жерех я конечно сомневаюсь что тут есть так ребят виды это окунь хороший нифига он взял бы потом тогда поспокойнее вначале там просто блин он прям давил были хорошего там надо его в воде брать блин ну вот этот ребят уже красавчик это хорош были все отвалилась говорю надо было взять да тихо сейчас сейчас надо смотреть вот там вот увидела что-то именно поглубже так и есть ребят так ну че ребят попробуем поппер поппером выманить эти куни на летит конечно хорошо вот для этого я как бы и брал как раз этот спиннинг ну отлично мне длина то что надо но в теории можно наверно и может и два еще с моим дном не хочет выходить а внешка чуть мешает делал сейчас проводил блин от стал стал под лодку либо я тут блин конечно уж надо переехать обратно блин все ездят короче через меня вот вот Продолжение следует... 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 прочего то может быть вот так либо через какое-то там звено не знаю смотрите сами и коряста как бы старые советские гост сколько весит были честно говоря не знаю ну не на 5 на она не весит ну и по скобы только не скоба это за за этот замок тот тоже чтобы утяжеляло но это тот уже нет не так это цепляется зато и доставать его уже полегче чем тот цепи все-таки блин он прижимается к одну и зацепляется вообще так реально то есть зацепить хоть именно вот при таком варианте хорошая но все двигаемся мотор уже давно не заводили нагретый снег ну ладно спасибо месту надо как-нибудь недалеко проехать здесь посмотреть как раз мелкую рыбу потому что я я не скажу что здесь его много он конечно мы его нашли мелочь тут есть но у самого хищника немного нас это не проехать поискать нас это не проехать поискать аллором и а и и и и и и Да, блин, ни малька, ничего тут нету. Елки-палки, пусто. И чай. О, есть кто-то, кусок. Подбогрелся, посмотрите. Да, тут, конечно, окунь не маленькая, не той системы. Не того плана. Смотрите, никто не плеснет. Там-то хоть мелочи куча стояла, просто куча. Места-то тут хорошие. Ни всплеска, ни малька, ни чайки. О, окунь не только, но вот этот нормальный. Окунь и есть. Так, ну вот проехал тут все ловоти. Чайки тут кого-то, каких-то мальков ловят. Умыцок тоже есть, но другого плана маленько. Нет травы, тут все-таки какие-то другие чуть места. Нет травы, нет травы, нет травы. Красота, посмотрите. Почти штиль на озере. Такого ветра тоже я что-то не помню, чтобы они обещали. Так, 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 нет, вот смотрите, вот там он гоняет рыбка. И там куча мелочек. Так, так, вот травинки, но уже без мотора. Так, ладно, надо кидать якорь. Сейчас посмотрим, кто тут. Ну так, да, и покрупнее, смотрите, там рыбки выпрыгивают. Там все чайки бесятся. Так, мы снимаем. Снимаем. И вот, да, окунь. Нормальный. Нормальный, в принципе, акунь у них. Так, ребят, блин, рыба-то, конечно, уже прилично. Если честно. Уже ведро почти. Все-таки там мы подловили, но там они мелкие. О, оселенок маленький там подносится. Да, я говорю, они тут стоят в одном месте. Малька пасут. Этот мелкий. Блин, посмотрите, подбагрился как-то. Подбагрился. Потомуído. Подбагрился как-то. Подбагрился как-то. Подбагрился как-то. Поехали. Ой. urf polynomial. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok